В синеве небесной, совершая свой обычный перелет, длинной вереницей летели дикие гуси. Впереди летели старики, гусиные действительные статские советники, позади их семейство, штаб и канцелярия. Старики кряхтя решали текущие вопросы, гусы не говорили о модах, молодые же гусаки, летевшие позади, рассказывали друг другу сальные анекдоты. Молодым казалось, что старики летят вперед не так быстро. «Так нельзя лететь», — говорили они, когда истощался запас сальных анекдотов. «Это черт знает на что похоже. Летим-летим, а еще до Черного моря не долетели. Будете вы по-божески лететь или нет? Эй, впереди!» Рассудительные же старики рассуждали иначе. «И не понимаю, зачем только мы летим», — говорил один старик другому, записывающему фамилии роптавших. «Летим на запад, в неведомую бездну, в страну шансонеток. Согласен, опередка хорошая вещь, даже необходимая, но поймите же, что мы для нее еще не созрели. Для нас с вами куплет, все мы невинны от рождения, пожалуй, еще ничего. Для ума же несозревшего он есть погибель». «Душевно рад, ваше сиятельство, что нахожу у вас соучастника в своей скорби», — отвечал второй гусь. «Природа заставляет нас лететь. Здравый же смысл вопрошает, а к чему? Сидеть бы нам зиму здесь. Здесь и места много, и еды достаточно. И гусиная нравственность, кстати, самобытна. Взгляните-ка вы на этих свойских гусей. Какая у них доля? Живут оседло. И даровой корм, и вода, и навоз. Вне Драхкоева заключается много богатств. И многоженство, освященное веками. И сколькими важными поступками украшены их летописи. Не спаси они Рима, этого рассадника римских тлетворных идей. Они не знали бы себе в истории соперников. Взгляните, какие они сытые и довольные. И как нравственные их жены. Но вашество вмешался один гусак из породы молодых до ранних. За это видимое довольство с них берут слишком дорого. Они платят своей независимостью. Из них вашество приготовляют гуся с капустой, а заодно гусиное сало и перья. — Вот если бы у тебя в голове было поменьше таких идей, — огрызнулся старик, — то ты не говорил бы так со старшими. Как твоя фамилия? Ну и так далее. До места своего назначения гуси летели благополучно. Особенно ничего не произошло. Раз только старики, увидев на земле молоденькую свойскую гусыню, моргнули глазами, прищелкнули языками и, забрав фуражные деньги, спустились вниз. Но и то ненадолго. Гусыня деньги взяла, но чувство стариков отвергла, сославшись на свою невинность.